Приветствую всех гостей и подписчиков на моем канале. Сейчас, ребята, хочу отправиться в Эйн-Керем. Это древняя деревушка, а сейчас это административный район Иерусалима. Хочу показать вам некоторые там святые места. Это, кстати, место рождения Иоанна Христителя. В Иерусалим сегодня я не поехал, потому что вчера был теракт там. Там какой-то сумасшедший стрелял, пострадало несколько людей. Ну, в общем, будем надеяться, что там будет спокойно. Хотя сейчас уже и вечер. Ну, в общем, увидим. Подписывайтесь на канал, кто не подписался. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ну вот, ребята, я приехал в деревню Эйн-Керем. Узкие улочки, такие дома соответствующей архитектуры. Места для парковки практически нету. Я заехал в такое захолустье, чтобы можно было машину припарковать. Как видите, машины везде стоят здесь. Везде. Так, это виднеется. Вот крест, видите, с такой подсветкой светодиодной. Это православная греческая церковь. Ну, я там был несколько раз. Там надо знать, графика до службы ведется, чтобы попасть туда. Там даже виднеется греческий флаг на фасаде здания. Повесили, чтобы было ясно чья-то церковь. Видите, везде машины стоят. Везде. Так, мне очень нравится здесь. Вот видите, как... Все-таки молодцы посадили кактусы. Или они уже росли здесь, и они просто их оставили. Кактусы, кактусы. На греческом написано. Какая-то епархия. Патриарха. Иепозуму. Нет, читать не умею. Он вроде бы немножко похожий на кириллицу, но это не кириллица. К сожалению. Что-то на английском написано. Сейн Джон. Зе Баптист. Конвент. Так, ага. Светового Иоанна. Так, ладно. Я вам обещал показать источник Марии. Так, вот еще эта церковь. Вот так она выглядит, как видите. Очень тихо сейчас вечером. Почему-то очень тихо. Машин очень много стоит. Вдоль домов, скорее всего, что люди сидят, наверное, по домам. Возможно, из-за вчерашнего теракта. Ну, сейчас мы выйдем на главную улицу и посмотрим. Это я внутри здесь. Так, это местная школа. Местная школа, ребята. Играет в волейбол. На улице тепло. Видите, ребята, в шортах. Так, и вот я вышел на развилку. Здесь я машину не смог поставить. Так, вот это главная улица, где очень много туристов обычно бывает. Здесь здание с таким, скажем, кустом, который вечно цветет. это визитная карточка Айнкерем. Но сегодня очень тихо. Так. Здесь есть такие квартиры, дома, музеи, где пустые практически. Пусто. Так, желатто, итальяна, желатто. Итальяна, желатто, мороженое. Ну, мороженое пользуется спросом. На улице тепло, несмотря на то, что сейчас январь месяц. Я, в принципе, в спортивном костюме. Так, вот это здание. И этот куст. Днем здесь намного красивее, надо сидеть в днем. Днем приходить здесь намного лучше будет. Так, ну, попробую спуститься. Спуститься вниз. Здесь вот не знаю, раньше здесь зимой и весной воды много было. Это какая-то зима немножко засушливая. Видите, ничего нет. Сейчас я спущусь даже сюда. Вообще сухо. Сухо полностью. Так, ну, это долина. Она днем очень красивая, особенно, когда цветут деревья здесь. Все красиво обустроено здесь для людей, для отдыха. Практически в любое время года можно здесь гулять. Что не скажешь, конечно, к сожалению, о других странах. Бесплатно я и есть туалет. Довольно чистый. Ой, это женский. А где мужской? Так я не понял. А вот мужской. Относительно чисто. Не воняет. Как видите, это все свободно. Так, воняет травой. Здесь любители курить. Курить коноплю. Я так скажу по наблюдениям своих коллег, кто увлекается травкой. Как бы там бы не рассказывали басни, а точнее вранье, что она оказывает лечебное свойство, на самом деле она разрушает психику человека. и очень сильно влияет на здоровье. Человек становится нервозный, не управляет собой, и он полностью задает зависимый от этой травы. Так же само как от никотина. Так, вот откуда это пошла вода. я загадываюсь, ребята, откуда эта вода течет. Эта вода течет из святого источника, куда приходила Елизавета и Мария. Елизавета, мать Иоанна Христителя, с матерью Марией, Господу нашего Иисуса Христа встречались. Это вот святая водичка течет. И вот она орошает там деревья, которые недалеко от этого источника растут. Ну, давайте поднимемся и посмотрим. Вот так красивая такая площадка, ступеньки, это облицовочный Иерусалимский камень бежевый. Все выложено в едином стиле. Весь Иерусалим этим камнем выложен. Ну, как видите, пусто. Людей практически нет. Нету людей. Где-то где-то одиночные божьи одуванчики ходят, наблюдают здесь. Так. Вот. Тут тоже кафешка пустая. людей нет. Указательный щит указывает. Церковь Иоанна. Так. Отели Нотр-Дам де Сион. Коммуноцентр. Так. Церковь посещения. Сейнт Винсент. Рашин Джонай монастыри. Вверху красивый есть Горнинский монастырь. Так. И вот Мэрис Спринг. Источник Мэрии. Вверху указывает стрелочка. Вот он находится вот именно здесь. Над ним находится вот видите такая типа как минорет мусульманский. Ну давайте пойдем туда. Так. А что я балбес машину тут не поставил? Надо было сюда ехать сразу. Там же место есть. Ну ладно. Век живи, век учись. Так. Вот этот источник Марии. Здесь днем очень много туристических групп. Очень много русскоязычных. Так. Ну вот висят как видите завершающие знаки. Воду не пить, собачек не купать, не плавать. Так. Вот интересный какой-то лабиринт такой выложенный для водички, чтобы вода сюда заходила по лабиринту и там дальше уходила к видите. Так. Вот этот источник. вот оттуда вода вытекает. К сожалению, темно. Ну и камера у меня не самая лучшая, бюджетная. Не дает возможности показать полноту красок. Вот именно на этом источнике 2000 лет назад пришли за водой Матерь Божья Мария и Елизавета, мать Иоанна Христителя. И Елизавета Мария сказала блажен плод чрева твоего, потому что она носила в себе Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. На этом самом месте, где сейчас я нахожусь. Вот под этим источником, над этим источником точнее вот расположен мусульманский минорет. Ну вот так ребята. Дальше дорога идет вверх поднимается, там еще есть церковь католическая выше, а еще выше но нужно объезжать машиной, там горненский русский монастырь, церковь очень красивая. Золотые купола сияют так далеко, что можно видеть за несколько километров. Так, ну пойдемте покажу сам Майнкерим немного, посмотрим, какие люди здесь живут, чем занимаются. все очень красиво обустроено, еще раз хочу показать вам эту красоту, которую к сожалению не передает камера, свети краски, ощущения, которые испытывает человек вживую. Я считаю, что нужно хотя бы раз в жизни побывать в этом месте, так, не могу остановиться, чтобы не зафиксировать вот такое вот странное какое-то явление, я не пойму, на дереве почему-то повесили гитару, не знаю, что это означает, какая-то шутка, а где сам гитарист интересно, и эта ветка вот наполовину спиленная, и повесил гитару, а куда сам гитарист делся, неизвестно, либо он Карлассон и улетел на крышу, на которой живет, так, ну ладно, пойдемте дальше, джелата чоколата, ну, потеплеет немножко, и я буду джелата чоколата кушать, ну, как видите, людей мало, вот, вот, как бы, такая художественная галерея выложена, это, вот, поселок Самый Инкерем, такие вот улочки древние, внедр초 двор двор свеч� поблизости двор след Продолжение следует... 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 нужно сюда утром приезжать так ну моя прогулка подошла концу так вот собачка потеряла хозяина это похоже собака поводырь она сама старенькая еле ходит горит свет играет музыка люди сидят наслаждаются жизнью пьют напитки кушают мороженое а где-то идет война а точнее украине и люди убивают друг друга к сожалению это большая беда и горе и когда ты находишься в одной среде обитания то ты не можешь понять и ощутить всю эту остроту боли и потерь которые люди испытывают находясь таком положении хочу еще раз на минуту отметить что энкерем это деревня место рождения иоанна крестителя иоанна третечи вот так она выглядит сейчас в это время конечно две тысячи лет назад все здесь было по моему моя прогулка по энкерме подошла концу я направляюсь к своей машине к своему чарлику луна находится в зените из этого можно понять что мы находимся на ближнем востоке как средних широтах это светило зенит не уходит а уже ближе к экватору вот очень красиво выглядит смотрите так аккуратненько и со вкусом вход вот на территорию чей-то домик пальма ну и там вот такой вот дворик как видите вот так люди живут пальма без фиников финики она собрали все так ну вот все я пришел на парковку здесь вот такое дерево еще красивая на нем висят большие желтые грейпфруты сожалению сейчас не видно темно так ну вот ребята если видео это понравилось поставьте лайк подписывайтесь кто не подписался на мой канал задавайте вопросы пишите комментарии не очень важно набрать количество подписчиков ваши комментарии ваше мнение для того чтобы у меня была дальнейшая мотивация развивать канал так ну все всем пока до новых встреч увидимся